До начала сессии депутаты не скрывали, сюрпризов не будет. Они дадут положительную оценку и примут отчет. Предварительная работа была проделана громадная. Ключевые направления и сферы региональной жизни подробно рассматривались в ходе заседаний фракций и комитетов. Работа проведена большая, признана удовлетворительной, это самое главное. Ну и самое главное то, что вся работа направлена на социальный рост экономики нашего региона. Губернатору, конечно, пожелаем в дальнейшем не снижать темпы и дальше обустраивать нашу Орловскую область, чтобы для жителей было комфортно проживание. Проводилась работа по привлечению инвестиций в рамках инвестиционных соглашений, подписанных губернатором и представителем правительства. В 2015 году было создано 807 новых рабочих мест. Отчет главы области в повестке дня под номером один. Вадим Потомский озвучил основные показатели социально-экономического развития региона. На развитии экономики, социальной сферы области в 2015 году за счет всех источников финансирования было использовано 52,3 миллиарда рублей инвестиций в основной капитал, что на 9,9% выше уровня 2014 года в действующих ценах. В соответствии с указом президента Российской Федерации, объем инвестиций в 2015 году должен составить не менее 25% внутреннего валу продуктов. В нашем регионе доля инвестиций в РП по оценке составила 26,3%, соответственно превысила установленные показатели. Правительство ждет еще много работы. Необходимо добиваться сохранения стабильности в экономике, выполнения социальных обязательств перед орловчанами. Правительство области уделяет приоритетное внимание решению вопросов в социальной сфере. Неукосительно проводятся линии по сохранению необходимого уровня ее финансирования. Мы делаем все возможное, чтобы обеспечить социальную защиту граждан. При всех трудностях сохранить уровень господдержки образования, здравоохранения, культуры и спорта. Продолжаем работу по социальному развитию в сельских территориях. Значительная часть выступления была отведена целям и задачам развития области. Нам с вами предстоит еще очень много сделать. Все, что возможно и невозможно в том числе. И уверен, что если мы в дальнейшем будем работать в 2016 году, так как работали в 2014, в 2015, все задачи, которые мы перед собой ставим, мы с вами обязательно их выполним. После выступления Вадима Потомского представители фракции прокомментировали отчет и дали свои рекомендации. Текущий год для Орловской области связан с выборами депутатов различного уровня. Это накладывает на нас серьезную ответственность. И от того, как мы пройдем это серьезное политическое испытание, будет зависеть многое в будущем. Только мы вместе можем преодолеть существующие трудности и реализовать намеченные планы. И несмотря на то, что регионам продолжает передавать полномочия, не подкрепляя денежным финансированием, несмотря на нарушение бюджетного кодекса по распределению доходов между федеральным центром и регионами 50 на 50, несмотря на закредитованность регионов и предельные дефициты бюджета, в том числе и нашего, губернатору и правительству региона удается сдерживать ситуацию. Фракция ЛДПР предлагает принять отчет губернатора к сведению, обратить внимание на вопросы, которые были обозначены депутатами на комитетах и выступлениях фракции. За 44, против, сдержавшись, нет. Решение принято единогласно. На этой сессии в очередной раз была продемонстрирована идеальная модель конструктивной работы двух ветвей власти, которые действуют в полном согласии. Об итогах работы за год законодательной власти отчитался Леонид Музалевский. Мы признательны за равноправный диалог, понимание общей солидарности и ответственности губернатору Вадиму Владимировичу Потомскому, членам правительства Орловской области, представителям регионального и федерального собрания, депутатам Государственной думы, руководителям всех федеральных структур, главам муниципальных образований. Всего в повестке мартовской сессии 20 вопросов. В частности, были утверждены поправки в закон об областном бюджете на 2016 год. Кроме того, в ходе сессии депутаты одобрили кандидатуру Ивана Левина на пост председателя контрольно-счетной палаты Орловской области. Ранее он руководил межрайонной налоговой инспекцией Свердловского района.